Доброе утро, дорогие мои телезрители, радиослушатели. В прямом эфире программа «Геван». С вами я, ее ведущая Наталья Сметанина. С нами мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нам по номерам телефонов 32 00 66, 32 11 66. С нами работают режиссеры прямого эфира Мария Новгородова и Ольга Степанова. Я с большим удовольствием представляю гостя нашей студии сегодня. Это Жанна Николаевна Жиркова, специалист по народному творчеству автономного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканский дом народного творчества. Доброе утро, Жанна Николаевна. Здравствуйте. Я когда слышу название «Дом народного творчества», мне всегда представляется старое здание на Кирово, деревянное двухэтажное здание, как мы туда ходили часто. Первые фестивали, первые конкурсы, все они начинались с этого здания. Какие люди там работали, замечательные. И поэтому я с большой ностальгией вспоминаю те времена, с большой теплотой, любовью. Также я знаю, что Дом народного творчества очень активно проводит свою работу с 96-го года. Уже большой срок, 25 лет нынче, как вы, в полную силу работает Дом народного творчества. Также я с большой теплотой вспоминаю нашу Александру Павловну Николаеву, с которой мы всегда очень хорошо работали, сотрудничали. Очень активное, веселое, доброе. Не хватает иногда таких людей, но это время, конечно, приходят новые кадры. И вот сегодня я бы хотела узнать о том, как работает Дом народного творчества, в каком стиле, какие цели, задачи сегодня у Дома народного творчества. Ну, автономное учреждение Республики Саха-Якутия, Республиканский Дом народного творчества и социально-культурных технологий, действительно одна такая большая структура Министерства культуры и духовного развития нашей республики. В этом учреждении имеется четыре отдела. Отдел нематериального культурного наследия, который именно в этом году, именно новый отдел, да. Есть отдел научно-методического центра, есть отдел координационно-аналитической работы и наш отдел – отдел народного творчества. Ну, в отделе народного творчества имеются такие специалисты, да, специалист по театральному, по театралам, да, театрам, специалист по хореографии, специалист по вокалу, по фольклору и специалист по декоративно-прикладному искусству. Это все направления нашего именно жанра. Все специалисты высококвалифицированные, отличные работники культуры, да, которые знают свое дело и умением, старанием, да, они именно поддерживают своих работников, своих именно подопечных, да, они и являются наставниками, являются и советниками. Получается, очень большой пласт работы на отдел ваш, допустим, да. Это и декоративное искусство, то есть выставки-мастерицы, и культурное, и сопровождение все на свете. Скажите, сколько этноцентров сегодня действует в Арктической зоне или в местах компактного проживания? Я именно курирую северные УЛУС, арктические районы, а также места компактного проживания, да. В нашей республике по отчету 2020 года имеется 44 национально-культурных объединений. Из них 37 – это этнокультурные центры. Есть такие национально-культурные организации, которые имеют название «Центры возрождения культуры», да, «этнокультурные спортивные центры», да, «национально-культурные центры». Это все в одном, имеют одно название — национально-культурные организации. Так как у нас очень большая работа по этнокультурным центрам, они работают возрождением, сохранением фольклора народов севера. Это очень кропотливая и трудоемкая работа среди населения. Они из малых детей собирают, организовывают такие работы, мероприятия, сбором аудио, видео, фото. Это все на руках у наших специалистов этнокультурных центров. Какие этнокультурные центры вы хотели бы отметить как самые работающие, самые интересные, может быть, активные более какие-то? Я в свое время не хочу никого обидеть, но они у меня все хорошие. Конечно, все хорошие. Кто-то именно сохраняет свое творчество, кто-то развивает свое творчество, кто-то участвует во многих мероприятиях, кто-то старается создать чего-то нового по своему фольклору. Ну, таких этнокультурных центров я хочу, ну, вот так, лучших. Это этнокультурный центр Чечебель, села Кюпцы, Усть-Майского Улуса. Есть этнокультурный центр в селе Хануасикат, этнокультурно-спортивный центр. Есть национально-культурный центр села Саганах имени Дахунаевой. Это в Абойском Улусе. Есть Центр возрождения культуры в Чешском. Все они такие. Еще есть Булунская, Чалбандор, этнокультурный центр. Вот все они мои. Как бы я с ними тесно работаю и хочу именно поблагодарить им. Да, пользуясь случаем, хочу поблагодарить им за нашу тесную работу. Хорошо. Главное общение, главное знать, какие цели преследует работа, какой результат должен быть достигнут. А чем же отличается этнокультурный центр от обычного сельского дома культуры? Ну, культурно-досуговое учреждение. Вот этими и занимаемся, да, Республиканский дом народного творчества, да. А разница в чем? Культурно-досуговое учреждение, оно занимается именно досугом. Досуг, да. Там люди приходят, отдыхают, общаются, да. Проводят вот такие календарные мероприятия, праздничные мероприятия. А именно этнокультурные центры, они именно сохраняют свои традиции, да, и возрождают вот эти, выявляют фольклор, который нам был передан из поколения в поколение. Да. Вот в чем разница у них. То, что осталось, они должны сохранить, конечно. То есть в клуб мы приходим посмотреть кино, концерты, на дискотеку, а еще и этнокультурный центр, это как бы в средоточии самой научной политической работы получается, да. Вот в чем разница, да. В этнокультурных центрах, да, оно, вот эта национально-культурная организация, оно в нашей республике имеется в 18 районах нашей республики. И, как бы, обслушивает 40 187 человек, жителей. Ага. Ну, больше 40 тысяч, да, это где у нас имеются этнокультурные центры. В Абыйском Олосе, в Алайховском Олосе, в Булонском, Жиганском, Кобяйском, Усьмайском, Момском, да, Усьянском, Винобутантайском. В Нерюнгре, да, ага. И в Тампонском. Ну, вот таких районах именно имеются наши вот такие сородичь, которые сохраняют нашу фольклор севера. Наш фольклор, да? Мне всегда очень интересна была работа, которую проводят этнокультурные центры, ну, скажем, досуговые центры. Это всегда весело, это всегда креативно у них получается. Прошлый год, 20-й, он прошел у нас онлайн-формат практически полностью, да, и в этом году мы продолжаем какие-то мероприятия проводить в этом же онлайн-режиме. Как сказалась эта вынужденная мера на вашей работе? Да, ну, мы не стоим на месте, в одном месте, да. У нас тоже проводятся различные мероприятия в форме онлайн, да. Сейчас в традиционной форме пока не приходится, да, по сложившим ситуациям. Значит, у нас есть такие мероприятия, такие большие мероприятия, да. Это некоторые проводятся ежегодно, а некоторые проводятся в два раза один год. Вот, вот, скоро у нас будет во время национального праздника в форме онлайн, да, поют и танцуют дети севера. Действительно, этот фестисмотр-конкурс, да, выявил много детишек из севера, да, которые именно они и своим мастерством, своим исполнением, да, показывают свой талант. Свои таланты, и действительно, наши детишки так хорошо от природы, у них есть такая эмоция, такая передача, да, которая именно северная, арктическая, северная. Это действительно именно, как бы сказать, всех как бы радует. Этому конкурсу уже больше 20 лет, 25, наверное. 25, да, в этом году у нас проводится тоже онлайн, мы уже заявки принимаем, там детишки будут принимать участие, да, и они нам отправляют свою работу, и наши жюри будут именно их посмотреть. То есть зрители и слушатели, которые с нами сегодня на эфире, они могут вам подать заявку по желанию в Дом народного творчества, это куда надо обратиться, или какой-то адрес электронный куда надо отправиться? Мы находимся по адресу улица Петра Алексеева, 49, дробь 1, это бывшее здание колледжа культуры и искусства, да, вот этот вход с улицы Лермонтова, Лермонтова, там есть вахта на вахте, можете именно пройти на отдел народного творчества. Или зайти на сайт? Или зайти на сайт rdmt.ru Дом народного творчества, там выйдет. Дом народного творчества. Вот, наше учреждение также совместно работает, Государственный Российский дом народного творчества имени Поленного. Ой, как здорово, спасибо, Жанна Николаевна. Дорогие телезрители, радиослушатели, мы прерываемся на небольшую рекламу, встретимся после него во втором блоке, продолжим, присоединяйтесь. С большим удовольствием приветствую наших радиослушателей и телезрителей, мы работаем в прямом эфире, программа «Геван», вы можете позвонить нам по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. И сегодня на студии Жанна Николаевна Жиркова, специалист Республиканского дома народного творчества. Жанна Николаевна, в первом блоке мы закончили на том, что Центр дома народного творчества тесно работает с Российским домом народного творчества имени Поленова. В каком ракурсе, в каком русле вы с ними работаете, как сотрудничаете, расскажите об этом. Ну, государственный дом, Российский дом народного творчества имени Поленова, да, именно объединяет всех домов народного творчества. Там есть и Уральские, да, там есть Дальневосточные, там есть и Сахалин, Магадан, все-все-все. Жанна Николаевна, у нас телефон, примем, да, звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Ольга Васильевна Слепцова, село Тополинное, Тампонский район. Очень приятно, Ольга Васильевна. В 2019 году нам посчастливилось побывать под руководством Жанны Николаевны, делегации из Якутии на смотре этнокультурных центров Бурятии. Очень интересная была поездка, спасибо Жанне Николаевне. И вот хотелось бы, чтобы такие мероприятия были побольше, обмен опытом и так далее. Мы многое узнали, поделились с опытом по выделке шкур, шитью и разговорному овенскому языку. И вот, хорошо было бы организовать встречу с овенами из всех регионов. Спасибо большое, Ольга Васильевна. Спасибо, Ольга Васильевна. Какое хорошее впечатление оставил конкурс «Мотор». Об этом мы чуть позже поговорим, да? А сейчас продолжим по Поленову. Ну вот, городенты, да, мы кратко называем городенты именно Поленова. С работами именно вот таких, не только мероприятий, проведения мероприятий, да. И у нас проводится мастер-класс, мы сами специалисты тоже обучаемся именно профессионалами. Да, они проводят выставки, проводят такую аудиовизуальную, да, по театралу, по вокалу, по русскому фольклору, да. Очень-очень много мероприятий, которые именно мы с ними работаем в течение многих-многих лет. Вот, «Поющие мужское братство» тоже именно по инициативе, по работе имени ГРДН-то у нас тоже идет «Поющие мужское братство». Поет «Село родное» тоже самое, да. Вот таких больших масштабных мероприятий у нас имеются такие, тоже по нашей республике проводятся. Жанна Николаевна, я так думаю, что у вас в отделе уже наработанный план есть, какие-то традиционные мероприятия календарные проводятся, которые систематически проводятся уже, они тоже все есть. Ну, а что нового вот придумываете, задумываете, какие предложения к вам от ваших работников поступают? Ага. Помимо мероприятий у нас проводится, ну, проводились раньше, да, но сейчас тоже проводится в формате онлайн, повышение квалификации специалистов. Именно культурно-досуговых учреждений, да. Очень много специалистов именно прошли вот этот семинар, да, они повышают свою, как бы, работу, да, и затем они получают диплом, ну, они становятся дипломированными специалистами. Ага. Вот в чем различие, да, и некоторые, они проводятся у нас в городе, да, иногда мы сами выезжаем в командировки, а заодно там во время семинара мы есть, у нас такой вот тоже защита народных коллективов. Да. Обязательно. Обязательно. В три года один раз, да, народные коллективы, они должны защитить свое звание, высокое звание народный, да. Это, ну, звание народное, они не всем выдается, да, это лучшие показатели, лучшие вот эти именно высокие достижения, да, именно по народному тоже, по художественному деятельности, да. Вот таких коллективов мы именно поддерживаем. Именно, когда мы выезжаем в командировки, да, проводим семинар, и заодно мы именно... Аттестацию проводите, да? Это не аттестация, это уже защита, защита звания народный, да. Это правильное название, да. Вот таким именно методом мы работаем. Жанна Николаевна, к слову народный, очень много мастерист, наверное, сейчас слушают нас, и у всех очень много работы, участия в выставках региональных, там, всероссийских, но звание народный мастер очень сложно получить, там очень много требований. Но если у человека есть хорошее портфолио, хорошие работы, которые именно выполнены в народном стиле, они могут к вам подойти и подать заявку на звание народного мастера? Нет. Мы именно помогаем им, да, именно на народный мастер. Чтобы получить звание. Получить звание, да. Ага. Именно мы совместно работаем в семьях, семьях, да. В галерее семьях. В галерее семьях, да. Мы собираем портфолио, смотрим, да, недостающие документы, да, отрабатываем, затем можем именно отправить в галерею, да, и они там смотрят комиссия и могут подтвердить звание. Вот это высокое звание. То есть желающие могут смело обращаться к вам, чтобы подготовить все документы правильно. Там же очень много, наверное, критериев. Критериев очень много. Там и республиканские мероприятия, да, там и дипломанты, там и победители. Очень много вот таких порядок именно получения звания народный. И притом работы должны быть представлены... И в видеоформате, и в фотоформате, да. И в натуральном виде. И в натуральном виде. Вот. Ну, сейчас, да, сейчас это уже сложно. Все время эта документация, она как бы идет, 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 да. Требования возрастают. И таким образом мы им помогаем. То есть консультируете, помогаете в сборе документов, оформлении правильном для того, чтобы получить звание народный мастер. Кроме народного мастера, есть еще народный умелец. И все, да? Да. Два звания можно получить. Ну, сперва они становятся народными умельцами, затем уже народными мастерами. Это звание что-нибудь дает мастеру? Ну, это преимущество. Преимущество человека, да, это само название народный мастер, да, выходец из народа. Самый лучший, да? Вот тогда он запросто может именно участвовать в всероссийских, межрегиональных, да, вот таких больших мероприятиях. Ну, это еще и как бы свидетельствует о высоком мастерстве, высочайшем мастерстве. Да. Вот. Народный мастер звания. Хорошо, этот вопрос мы как бы проконсультировали. Но по поводу семинаров еще хотела бы спросить. Семинары, они очень нужны в наше время, потому что все очень быстро меняется. Порядок бумаги, документы, очень много надо нового узнать. Какой последний семинар вы проводили в каком году? И 20-й, наверное, выпал полностью. Скорее всего, в 19-м, наверное, вы проводили выездные семинары. А, выездные семинары, да, выездные семинары мы проводили в начале марта 19-го года. Это был в Амиконском Лусе. И последующие семинары у нас проводятся в формате онлайн. То есть онлайн семинары, полученные дипломом, тоже как бы действительно получаются? Да, они действительно. Хорошо. По заявкам работаете, по семинарам проводите или у вас какая-то очередность? Все-таки 40 с лишним предприятий? Нет. Для того, чтобы провести семинар, у нас есть научно-методический отдел. Вот этот отдел именно изучает, выявляет, сколько специалистов без образования, сколько именно понадобится, какая тема нужна именно для специалистов, какая помощь нужна. Они вот это анализируют, и затем они собирают заявочки и проводят семинар. Хорошо, по заявкам. По заявкам. Ваша коллега Ольга Васильевна из Тампонского района Стополинова предложила организовать встречу ЭВН, ЭВНских учреждений, видимо, ЭВНов. Впишите ли вы это в свой план? Да, есть у нас такой план, да. Есть у нас и творческая лаборатория. Но когда у нас будем жить по-прежнему, да, более свободно, да, у нас есть такие планы, творческие планы, творческие лаборатории, встреч, да, и уже, как бы, вот этот, ну, творческая лаборатория у нас проводится, да, проводится. В 18-м году было, в 19-м году было, да, и вот эти лаборатории, они разделяются тоже по темам. Например, да, коллективом, руководителем коллективов детских учреждений, да, сейчас мастерам декоративно-прикладного искусства, вот оно, потому что они, как бы, взаимосвязаны, но они же тоже отдельно, как бы, всё это отдельно можно провести. Есть у нас такой план в нашей работе. Вот по основным мероприятиям, которые вы проводите, это и конкурсы, и фестивали очень большие бывают, да, допустим, тот же 10-й юбилейный фестиваль этнокультурных центров прошёл у нас в городе Якутске, да. До этого нам посчастливилось, мне посчастливилось побывать в Чите, мы снимали там, с Александра Павловной ездили в Читу, там очень хорошо фестиваль прошёл. Как люди, как учреждения попадают на этот конкурс, как выигрывают? Можно об этом рассказать, да? Да, 2007 года, вот, смотр деятельности этнокультурных центров севера Сибири и Дальнего Востока в России, вот этот самый такой большой престижный конкурс среди этнокультурных центров, да. 2007 года наши этнокультурные центры съездили, участвовали, стали лауреатами, победителями во многих городах. Ага. Вот эти смотры проводились в городе Яркутск, да, в Кемерово, в Чите, в Улан-Удэ. И 10-й юбилейный межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров у нас 19-го по 21-го июня проводился в городе Яркутске. Это вообще такое большое мероприятие было, к которому приехали с Сахалена, с Магадана, с Бурятия, с Кемерово, с Республики Коми, да. С Камчатки были, да. Ну, все-все-все-все вот наши сородичи объединились и устроили такой большой праздник. Спасибо, Жанна Николаевна. Мы продолжим в нашем третьем следующем блоге. Дорогие радиослушатели и телезрители, мы уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами. Добрый день, уважаемые наши радиослушатели и телезрители. В прямом эфире программа «Геван». Я ее ведущая Наталья Сметанина. Мы работаем в прямом эфире. Можете звонить, общаться с нами. По номерам телефонов 32 00 66, 32 11 66. И сегодня на студии Жанна Николаевна Жиркова, специалист Республиканского дома народного творчества. Жанна Николаевна, мы говорили во втором нашем блоге, в предыдущем, о том, что фестиваль десятый, фестиваль этносмотр, фестиваль этнокультурных центров проходил у нас в городе Якутске. Я была свидетелем этого мероприятия. Очень много было выставок, выступлений на площадях. Тогда все было очень открыто. Приехали наши сородичи, Эвены из Магадана, Камчатки, Хабаровского края. Мы встречались с ними, много общались. Это был очень хороший, большой такой опыт для нас и радость общения. К сожалению, 20-й год нас этого лишил. Но, думаю, в этом году какие-то выезды все-таки у вас намечаются или все еще под вопросом? Ну, действительно, да. В 2019 году у нас вот такой грандиозный праздник, встречи друзей, да, именно который соединяет как бы малочисленный народ. Вот это прошел у нас в городе Якутске. И наши гости еще побывали в нашем национальном празднике Исэх. Исэх Аланхов. Исэх Аланхов. Исэх Аланхов. Это в Намском районе. Да, в Намском районе. У них там была концертная программа, в которой участвовали все-все-все наши гости. Да, очень такой сильный нерв был, такое прямо ощущение, что бубны на площадях, национальные костюмы, красота этих всех артистов, людей. Очень большое удовольствие мы получили. И, конечно, устали, наверное, все. Было жарко. Была приятная усталость, да. Было жарко. Да, гости, наверное, вот они даже удивлялись, да. На севере вот такая жара стоит. Ну, 30-градусная, кажется, была, да. А вот такая жара была. И все были довольны, да, почувствовали праздник, дружба, атмосферу, да, энергетику. И сейчас мы в данное время тоже и с ними общаемся, делимся опытами. Вот такие у нас, вот такие тесные уже отношения. Очень хорошо. Мне очень понравился смотр и люди, и главное, общение. Общение, да. Самое главное общение, вот когда можно поздороваться, поговорить на родном языке, посмотреть работы, попробовать блюда, которые они привезли с собой, посмотреть выставку шикарную, которая в Доме дружбы народов стояла. Так что... Ну, сейчас во время пандемии, да, в 20-м году Саннабарского национального Долганского Улуса съездили тоже на смотр, да, на смотр-конкурс в количестве 12 человек, да. Несмотря на эпидемию, Бурятия всех пригласила. И в таком маленьком, ну, небольшой сбор был, да, в таком мероприятии наша делегация приняла участие. То есть Аннабарский этнокультурный центр стал победителем в республике и поехал... Ну, выявление, да, лучших этнокультурных центров. Заочно мы сперва проводим такие смотры в нашей республике, затем лучших-лучших, да, комиссия именно смотрит, затем идет отбор, и в последующем мы занимаемся лучшими и отправляем их на межрегиональные мероприятия, которые именно они показали свое мастерство. Вот этих мероприятиях могут принять участие. Ну, в этом году уже сбор закончился, есть у нас работы, комиссия уже была создана, а работы уже определены, да, и когда уже определят место, когда будет вот этот смотр, да, вот победители, они уже поедут. И, наверное, о последних конкурсах, которые проводятся, да, я в апреле, помню, там детский конкурс по песне проводили, по-моему, да, «Пою мой север», да, «Пою мой север» был, да, там тоже приняли, там возрастной категории не было. А, да, не было, потому что взрослые тоже принимали участие, я вспомнила, да. Да, там и детишки были, там и взрослые были, да. Ну, сейчас вот недавно вчера мы закончили тоже республиканский фестиваль фольклора коренных малочисленных народов севера, да, называется «Фест-Север». Фест-Север, да, тоже там количество неограничено, возрастов неограничено. Мы приняли участие коллективы, взрослые, детские, индивидуальные исполнители, да, там мы выявили такую изюминку. Ну, это у нас секрет, да, когда-нибудь мы его позовем, я думаю, да, такой маленький мальчик такого далекого района, да, издалека. Да, именно, имеется у него такая изюминка. Ну, надеюсь, мы с ним встретимся. Это было у нас, вот это фестиваль у нас проводился онлайн, работу мы принимаем. Были очень хорошие работы, да, были лучшие руководители, были детишки, которые именно показывают свой родной язык, да, свой фольклор. Это было вообще очень здорово. Да, это такая гордость, когда особенно молодые или маленькие говорят на родном языке, звучание так вкусно это всё воспринимается, да. Ну, и цель конкурсов, конечно, выявлять, находить изюминку. Изюминку. Вот этот мы именно, да, каждый конкурс кого-то выбирает, да, именно мы ищем именно таких молодых людей. Ограничений мы не имеем, да. Именно по возрастным категориям. Если мы скажем возраст от 18 и выше или с 35 и выше, да, а наша молодёжь в будущем не будет знать свой имя, свою традицию, да. Из-за этого у нас в отделе такая стоит политика, да, что в каждом мероприятии можно провести без возрастных ограничений. Ну, есть, конечно, конкурс, фестивали, да, возрастными ограничениями, да. А в нашем именно северных, именно вот этом коренных малочисленных народов севера мы вот эту критерию не предусматриваем. Просто есть градации, наверное, да. Дети до скольки-то лет, потом молодёжь, средний и пожилой возраст. Да. Четыре градации всё равно, наверное, есть. Так только мы сможем, да, именно сохранить свою культуру. Да, Жанна Николаевна, я хотела узнать о том, что за все эти 25 лет проведена огромная работа. Есть, наверное, фонды у вас свои, аудиозаписи, видеозаписи, артистов можно найти или даже фольклорные какие-то выступления. Как вы работаете с фондами? Может ли простой человек или интересующийся человек подойти к вам в учреждение и получить доступ к фондам? Да, действительно, да. В нашем учреждении имеется отдел нематериального культурного наследия. Помимо имен, они работают именно за сбором фото, видео, аудио именно материалов. Любой человек, интересующий человек, может подойти по адресу Петра Алексеева, 49-1, да, и сможет запросить ту любую ещё какую интересующую свою, ну, свой материал. То есть по картотеке там посмотрят и подберут, что надо, да? Да. Наверное, многим певцам нужны такие материалы, да, которые интересуются. Люди приходят, да, смотрят, выбирают. Есть ещё у нас и книги, созданные именно нашим учреждением, да, очень много книг. Проводится очень много презентаций, да, проводятся встречи, проводятся именно вот эти лаборатории, да, проводятся именно анализы, очень много деятельностей именно. Сценарии, наверное, можно найти правильно, да? Ну да, сценарии есть, да. И сценарии. То, что очень нужно работающим сейчас в этих культурных центрах, специалистам. Ну, сценарии у нас не только работникам культуры, да, это все. И воспитателям имеется, да, и педагогическим работникам, да, работникам культуры разных сфер. Это бесплатная услуга? Да. Да, они смогут подойти, посмотреть, выбирать и то, что... Что-то забрать, да, и то, что нужно от СР копировать или... Есть у нас и в электронном варианте, есть и в бумажном, и в книжном, да. Вот это самое интересное сегодня, что я хотела вас спросить про фонды. Да, есть. Есть уже и аудио, и вики. Потому что людям не хватает информации, они не знают, как получить доступ, где это все посмотреть, увидеть. А сегодня, после нашей передачи, наверное, к вам много людей обратиться, еще больше будет. Да, ну, мы их приглашаем, будем рады, приходите на Петра Алексеева, 49-1. Это бывшее здание Колледжа культуры и искусства. Я с большим удовольствием поздравляю, наверное, вас с началом лета. Вот сезон уже закрывается, рабочие все в отпуска, скоро идут. Вот нам удалось встретиться в эфире и рассказать нашим зрителям и радиослушателям о работе Республиканского Дома народного творчества. Я желаю вам благополучия, берегите себя, не болейте. И, наверное, сейчас несколько слов скажете, да? Ну, хочется поблагодарить нашего директора Семенова Сергея Степановича за ту поддержку, за ту кропотливую такую работу ведется именно нашим учреждениям. И, как бы, помощь мы уроку притягиваем нашим культурным учреждениям. И также хочется пожелать и сказать добрые слова нашим ветеранам. Александре Павловне, Римме Романовне, Надежде Семеновне, Семену Васильевичу. Это те ветераны, которые наши... Спасибо. Спасибо им всем. Спасибо им большое. Я всех напомню большой привет. Им всем желаю крепкого здоровья. Обязательно, да. Берегите себя. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы прощаемся с вами. До следующей встречи в следующий четверг. До свидания. Аймакар. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok